МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА РУДИ ПЯТЁРКА! Мы снова начинаем сезон нашей уникальнейшей викторины для школьников. Итак, РУДИ ПЯТЁРКА снова с вами, и мы не устаем говорить телеразиакомпанию «Гомель» и «Гомельский областполком» за поддержку и организацию нашей уникальной викторины. Спасибо им! Четыре предстоящие игры составляют региональную серию. Мы решили не пускать гомельчан, только регионы, только команды из районных центров и других населенных пунктов нашей замечательной Гомельской области. И сегодня мы начинаем с команд, которые представляют два, пожалуй, самые сильные региональные клуба. Слева от меня в красных шарфах команда «Мозыря», «Мозырские мудрецы» наши. Они представляют Центр творчества и гимназии имени Ян Копола. Прошу. Справа дети, которые воспитаны в клубе интеллектуальных игр, в рогачевском «Мидгард». Рогачевские викинги, вот они какие красавицы. И красавицы. С красными занимается Ростислав Маркович Меневич, а синих окормляет Андрей Павлухин, уникальный человек. Наша региональная серия состоит из четырех игр. Нужно набрать как можно больше очков, чтобы выйти в финал. Финал будет пятая игра. И там будет разыгран титул чемпиона региона по нашей эруди-пятерке. Итак, внимание, начинаем пробовать силы блеф-игра. Первая игра сезона мы начинаем. Кто у нас, Петр, идет на блеф-игру? На блеф-игру идет Саша Александрова. Саша Александрова. Великолепно. А Марина Купреева, капитан команды Рогачева, кого вы отправляете в бой? На блеф-игру идет Александр Подошевка. Итак, Александра против Александра. Итак, суть блеф-игры. Нужно нажать кнопку и ответить «Да» или «Нет». Потому что я могу говорить правду, а могу бессовестно врать. Итак, внимание, начнем. Верите ли вы, что мы с вами начинаем седьмой сезон эруди-пятерки? Верю. Верю. На самом деле, это восьмой сезон, с чем я всех и поздравляю. Восьмой сезон. Не заработал Саша пяти очков. Нужно верить людям. Верите ли вы, что фарфор считается китайским изобретением? Прошу, Саша. Да. Да, конечно. Якобы придумывали его китайцы. Ну, в принципе, все ученые с этим согласны. Пять очков. Размочила счет Саша. Браво. Верите ли вы, что знаменитый комиссар Мегре – это герой Агаты Кристи? Прошу, Саша. Верю. Верите. На самом деле, его придумал Жорж Семенон. И снова у вас не получилось с Верой. Играем. У нас оборотни-волки, а вот в Японии оборотни-лисы. Верите ли вы в это? Фальстарт у вас Александра. За этим очень строго следит наш электронный судья. Саша, у вас есть шанс. Да или нет? Да, верю. Да, лиса, оборотень, китсуне называют ее японцы. И счет становится равным. Играем дальше. Верите ли вы, что Гондурас, страна такая, находится в Африке? Саша? Нет, не верю. В Южной Америке он находится. Браво! И счет... И счет после блеф игры становится 5-10 в пользу Рогачева. Ну, это только проба сил. Начинаем. Дуэль игру. Дуэль игра у нас ради праздника, ради начала сезона. Такая вот необычная берется строчка, вернее, строфа из Пушкина. И получается из нее тема боев. Итак, первая тема будет «Мой дядя». Второй бой «Самых честных правил». Третья тема «Когда». Четвертая «Не в шутку». Ну и пятая тема «Занемок». У вас 5 секунд, чтобы решить, какую тему на себя может взять. Вперед! Когда ты занимок. Давай, ты. Да, хорошо. Да, сошли ты. Не надо. 5 секунд истекли. Рогачев заканчивает обсуждение. Итак, Петр. «Мой дядя». Кого отправляете в бой? На эту тему пойдет Оля Ильиченко. Оля, прекрасно. Марина Кубреева, кого? Кристина Пилипенко. Итак, Ольга против Кристины. Вперед! Хорошо. Итак, внимание. «Мой дядя». «Мой дядя» самых честных правил. «Когда не в шутку за ним мог, он уважать себя заставил». Автора назовите. Прошу. Кристина. Пушкин. Конечно, Александр Сергеевич. Начало Евгения Онегина. Плюс 5 очков. Гарри Битчерстоу описала хижину этого дяди. Фальстарт у вас, фальстарт у вас, Оля. За этим строго следит наш электронный судья. Прошу вас, Кристина. Нет? Я не знаю. Не знаете? «Хижина дяди Тома». Такая очень антирабская книга о судьбе старого раба, которого никто-то еще не называл афроамериканцем. Почитайте. Очень такое душещипательное чтение. Играем. Родственник – это дядя. Ну, брат отца или матери. А вот крепостного воспитателя называли похожи. А как? Ну? Да, Кристина? Дядька. Дядька, браво! И 30 видений прекрасных, в череду извод выходят ясных, и с ними дядька их морской. Это не родственник, это воспитатель. Играем. Так звали очень высокого милиционера, о котором рассказал нам Сергей Михалков. Да? Дядя Степа. Дядя Степа великан, конечно. И заканчиваем. Именно этого зверя в детской считалке съел дядя Федя. Три? Кролика. Кролика, понятно. А рифмовать не пробовали? Оля? Раз, два. Медведя. Дядя Федя, съем медведя, конечно же, считалка, она обычно рифмованная. Итак, после первого боя, после моего дяди, 10-25. Перед Ирогачев. Следующий бой. АПЛОДИСМЕНТЫ Итак, внимание, второй бой, самых честных правил. Петр, кого отправляете в бой? На второй бой пойдет Соня. Соня. Софья, готовьтесь. Марина у вас? Подошевка Александр. Хорошо. Софья против Александра. Вперед! АПЛОДИСМЕНТЫ Итак, внимание, второй бой, самых честных правил. За такую игру вручают приз ФАЕРПЛЕЙ. О, пуши, никогда не слышали, что ли? Да, Софья. Нечестную игру. За нечестную игру ФАЕРПЛЕЙ. Приз. То есть ты кого-то бортанул, убил, а те вручили приз. Не бывает такого. Саша, может, вы ответите. За какую? Три. Честную. За честную игру Петельского, конечно. Играем. Внимание. Нарушение правил. Нарушение правил в спорте по-другому называется этим словом из трех букв. Да, Софья? ФОЛ. ФОЛ. Да, великолепно. Браво. Честные правила этой честной борьбы были составлены школьным учителем Дигар Кано. Ну, что за честная борьба Дигар Кано придумал ее? Явно он не белорусской национальности. Японец. Много ли японских единоборств знаете? Либо каратэ, либо дзюдо, либо что-то такое. Он придумал дзюдо на самом деле. В России бы вас не поняли. Любимая игра президента. Это самое знаменитое нарушение правил, допущенное футболистом Диего Марадоной. Да. Удар рукой. О, забил гол рукой. Да, забил гол рукой, правильно, игра рукой, потому что это игра, это рука Бога была. И самое честное правило заканчиваем. По правилам пунктуации испанского языка, вопросительный знак ставится еще и там. Да. Впереди предложение. Согласен. В начале предложение говорится по-русски, но пять очков я засчитываю. Итак, счет у нас немножко сократился. 20-35. Рогачев впереди. Итак, все в нетерпении, когда же мы начнем тему «Когда». Петр, когда? На тему «Когда» пойдет Саша Александрова. Саша Александрова. У Марины? На тему «Когда» пойдет Андрей Синьков. Итак, Александра против Андрея. Вперед! Итак, внимание. Тема «Когда». Этот царь упоминается, когда говорят об очень-очень давних временах. Царь-горох. Царь-горох, согласен. Чего же так не уверен в себе? Когда нарушены правила в штрафной площади, назначается... Что ответит девушка на этот вопрос? Пенальти. Пенальти, абсолютно точно. Да, молодец. Так переводится восклицание ворона «Nevermore» из стихотворения Эдгара По. Да. Тишина? Тишина? Никогда. Никогда. Это правильный ответ. Да. Андрей Смелее. Во фразе «Когда езжу, а когда я пешком хожу» на речи «Когда» можно заменить словом. Да. Три. Две. Никогда. Никогда езжу, а никогда... Прошу вас, Андрей, может, вы это видите? Нет. Иногда езжу, а иногда пешком хожу. Играем. Так звучит название нашей темы, темы нашего этого боя по-белорусски. Да, Андрей? Кали. Кали, конечно же. Тогда это Кали. Итак, после третьего боя, после третьего боя, 30-45, Рогачев ведет, Мозырь нагоняет. Следующий бой, не в шутку. Нешуточный бой у нас намечается. Пилу кого отправляете? Пойдет Ангелина Ковалева. Ангелина, а Марина кого? Пойду я. Хорошо. Итак, Ангелина против Марины. Вперед! Итак, не в шутку. Знаменитый путешественник Пржевальский, чтобы не давать повод для шуток, указывал, что родился он 31 марта. А на самом деле? Да. 1 апреля. Да, вот есть такой факт. 1 апреля. Такая шутка была у его родителей. Это не шуточная карта, получила имя от английского слова шутка. Джокер. Джокер, это правильный ответ. Этот американский штат в шутку называют цветочным. Да. Флорида. Флорида, да. Цветущая, растительная. Какую шутку со мной удрала Татьяна? В одном из писем другу жаловался Пушкин. Так что же сделала Татьяна, помимо его воли? Да. Написала ему письмо. Написала Пушкину письмо. Уже интересно. Хорошо. Марина. Не знаю, возможно, поехала на бал без него. Да нет, Татьяна, как бы нарушая волю автора, взяла и вышла замуж. Совершенно неожиданно для Пушкина. Вот иногда герои классиков, и не только классиков, поступают как они хотят, а не как авторы. Играем. Так называли и жену шута, и ракету в фейерверке. Ну, логично все. Он шут, она... Да. Шутиха. Шутиха, это правильный ответ, браво. А, шутиха, это такая ракета, которая в фейерверке взрывается. После четвертого боя 40-55 в пользу Рогачева. Потихонечку Мозырь нагоняет. Играем. Ну что, Петр, за ним мог? Пойду я. Хорошо. А Марина? Александра Сатарова. Итак, Петр против Александры. Вперед! Прекрасно. Играем. Медики шутят. Если грипп лечить, болезнь продолжается 7 дней. А если не лечить? Одну неделю. Да, неделю, конечно же. Хорошо. Туда посылали лет сто назад того, кто занимок простудою. Сброс. Куда же посылают людей? Да. В баню. В баню, конечно же. Иди ты в баню. Простыл, иди в баню. Браво. А Джеральд сравнивал это чувство с корью. Чем позже приходит, тем опаснее. Это любовь. Это любовь. Детка, вы правы. Играем. Прививки против ящура. Собирался делать Шурик в этом фильме. Да. Кавказская пленница. Кавказская пленница, хотя ящер это, собственно, болезнь скота. Корь, краснуха, свинка, ветрянка, скарлатина. Это все такие болезни. Петр. Детские. Детские, конечно же. Это правильный ответ. И я смотрю счет после пятого боя. 55-65. Рогачевские викинги впереди. Тест игра. Итак, тест игра Рождество. Прошедший январь прошел весь под этим знаком, под знаком этого великого праздника. Ну, а от Рождества до Святого Крещения наши девушки крещенские вечерки явно гадали. Итак, внимание. Петр, кто отправляется у вас на тест игру? В тест игре будет участвовать Ангелина. Великолепно. А у рогачевцев? Пойдет Андрей. Напоминаю, что это последний ваш выход. Нас больше двух раз к стойке люди не ходят. Итак, Ангелина против Андрея. Вперед. Правильный ответ стоит на тест игре 10 очков с подбора 5. Играем. У православных перед Рождеством Крестовым рождественский пост. А. 9 дней. Б. 40 дней. И. С. 77 дней. Прошу вас, Андрей. Вариант Б. Вариант Б. 40 дней, разумеется. Браво. 10 очков. А вот у католиков традиционное рождественское блюдо это. А. Поросенок. Б. Индейка. И. С. Гусь. Да, Ангелина. Это индейка. Индейка. Это на день благодарения у американцев. Андрей, может, вы знаете? Вариант А. Вариант А. Поросенок у католиков. Да нет. Гуся. Гуся они кормят на Рождество. В повести «Ночь перед Рождеством» у Гуголя черт украл. А. Месяц. Б. Звезду. И. С. Сало. Прошу. Месяц. Месяц он украл, потом месяц вырвался и опять на небо сиять. У восточных славян принято на Рождество. А. Щедровать. Б. Калядовать. И. С. Ведьмовать. Прошу. Принято калядовать. Калядовать. Конечно, калядуют на Рождество. А на старый Новый год щедруют. И заканчиваем. Святки начинаются после Рождества. А заканчиваются не А. На Масленицу. Б. В Сочельник. И С. После Крещения. Да. После Крещения. После Крещения, разумеется. После 19 января. Браво. 75-85. Разрыв 10-очковый сохранился. Пришла пора. Слайд игры. Ну что ж, мудрецы из Музыря нашей. Кто у вас картиночки любит? В слайд игре будет участвовать Соня. Соня. Софья. Хорошо. А Марина у вас. Буковки кто читать умеет? На слайд игру пойдет Саша. Итак, Соня против Саши. Вперед! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 А жрать ничего не нужно. Мы по очереди будем отвечать. И начнем мы с Александры, как с представительницы выигрывающей страны. Александра, первый слайд исключительно для вас. Прошу. Аэроплан. Аэроплан. Вот не очень внимательно вы там смотрели. А может быть Софья догадается? Я не знаю. А вот заметьте, что рядом с этим, так сказать, аэропланом стоит вот справа пульт управления. Это не аэроплан, это всего моделька. Авиамодель. Ну что ж, не получилось. Софья для вас. Прошу. Бандиты. Ну, бандиты, банда. Принимается 15 очков. Играем. Александра, играем с вами. Пускай вам повезет больше. Вас. Вас, браво! Волжский автозавод. Великолепно. 15 очков. Софья. Гермес. Гермес, бог-вестник древних греков. В крылатых сандалиях. Браво! Книговые знания. Прекрасно. Александра, прошу, играем с вами. Пускай. Пускай. Дева. Дева, да. Вот один из обозначений этого астрологического знака. Прекрасно. Софья. Тишина. Три, две, две, одна. Ер. Ер. Это абсолютно точный ответ. Именно так называлась эта буква, которой заканчивались очень многие слова в русском языке. Именно Ер. Прекрасно. Александра, играем с вами. 10 очков вы на подборе взяли. Сейчас. Жакей. 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 Жакей плюс 15. Великолепно. Софья. Догоняйте. Зала. 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 Прекрасно. Отлично. Саша. Ирис. Да, очень красивый цветок. Согласен с вами. Целая разновидность цветов есть. И заканчиваем с Софьей. Кисель. Кисель. Да, вот даже ягодки там, по-моему, клюква, если я не ошибаюсь. Прекрасно. Отыграли тему. Отыграли нашу слайд-игру. Ну, наколотили много очков, а ведь именно по количеству очков мы будем отбирать в финал. 135 у мотовских мудрецов, 140 у рогачевских викингов. Радная игра! И я даже догадываюсь, кто у нас отправится на риск игру. Капитанская игра, не правда ли? Петр. Такие есть, поэтому я. Капитанская игра, вперед! Итак, питомец Ростислава Миниевича против воспитанницы Андрея Павлухина. Петр против Марины. Риск игра, начнем. Мой дядя. Именно в эту деревню сбежал от родителей дядя Федор. Деревня просто квашена. Деревня просто квашена. Это правильный ответ. Играем дальше. Самых честных правил. По правилам этой страны за президента голосует не весь народ, а только избранные выборщики. От каждого штата свой выборщик. Прошу. Соединенные Штаты. Соединенные Штаты Америки. Не побоялся возможного минуса. Это риск игра, игра с минусами. Продолжаем. Когда? Когда трубил слон Хатхи, в джунглях наступало перемирие. А какое перемирие? Марина. Водяное. Водяное перемирие. Браво! Тема не в шутку. Единица игры у уважаемых знатоков, как известно, это вопрос. А у КВНщиков? Петр. Шутка. Шутка, да. И заканчиваем. Занимок. Так называют человека, который, так сказать, занимок каким-нибудь видом спорта. Ну, да. Фанат. Фанат или болельщик, вы правы абсолютно. АПЛОДИСМЕНТЫ 180. Это Рогачев. 195. Мозырь. Павел Мозырь. АПЛОДИСМЕНТЫ Я вношу в память нашего компьютера результат. 195. 180. Не исключено, что этот высокий результат позволит обеим командам пройти в финал. А может быть, кто-то покажет еще более крутые цифры. Играем в пятерку, получаем десятки. Эруди пятерка. АПЛОДИСМЕНТЫ Играем в пятерке. АПЛОДИСМЕНТЫ Играем в пятерке. Субтитры подогнал «Симон»